ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также поговорим с нашим коллегой, обсудим все последние сплетни и комментарии в социальных сетях. Также поговорим о декоммунизации, попробуем дозвониться по скайпу к Гарику Карагоцке, одному из кандидатов на должность губернатора Одесской области. В студии для вас работает Никита Тарова. И Елена Еремеева. Приветствуем вас, уважаемые телезрители. Пятница. Если нужно, кого-то с этим поздравляем. Если нет, тогда просто объявляем такой день. Середина, зенит декабря. И, как сказала моя коллега, говорим о самом важном. А что важного в культурных событиях нашего города, что ждет этот самый роскошный город-герой в этой области, расскажет наш постоянный гость, наш друг и эксперт Игорь Окси, культурный эксперт Бабочки. Игорь, приветствуем тебя. Добрый день. В пятницу это традиционно в три часа дня ты рассказываешь нам и одесситам, чего ожидать в культурном плане и направлении нашему городу в ближайшие дни. К счастью, январь еще не наступил, поэтому по-прежнему достаточно насыщенная, при этом разнообразная культурная программа ожидает одесситов и тех людей, кто приедет погостить в Одессу на эти выходные. Настолько насыщенная, что некоторые события даже выплескиваются на начало следующей недели. То есть мы охватим сегодня несколько больший временной пласт, нежели только выходные. Поэтому я рекомендую сделать себе какие-то пометки, потому что считаю и искренне убежден в том, что как бы сложно, проблемно, угнетающе не было, все равно нужно находить время для того, чтобы на два часа отключить себя от всего, то погрузиться в искусство, то, конечно же, искусство, которое вам ближе, и немножечко перезагрузиться. Скажу в поддержании твоей мысли. Однажды я говорил с достаточно неглупым человеком, неважно кто он, пусть он так и останется представлен, и он рассказал свой мотив, почему он ходит в театры. И он очень коротко сказал, он говорит, ну для того, чтобы в нашем мире не одичать. Вот, возможно, какая-то мысль здесь присутствует. Прекрасная, прекрасная мотивация, как минимум для того, чтобы не одичать. Даю вам массу поводов. Начну с дня завтрашнего, по традиции начинаю свой обзор с концертов, и вот в разряде концертов как раз будет такой неожиданный коллектив, не только песенный, не только хореографический, это смешанный коллектив, еще один грузинский ансамбль, который посетит Одессу со своим концертом, это грузинский государственный ансамбль песни и танца Кутаиси, чье выступление состоится завтра, в субботу в филармонии и начнется в 19.00. Кутаиси – это не новый коллектив, он существует с 70-го года и воссоздает традиции грузинских народных песен и танцев. Вот все то, что мы любим и ценим в грузинском фольклоре, можно найти и здесь, конечно же, волшебное многоголосье и древние музыкальные инструменты, вот все это вместе будет воспевать красоту грузинской земли. Ансамбль великолепно соединяет энергию и красочность танца с волнующим душу, вибрирующим пением, вот этим характерным грузинским. Но, во всяком случае, под этими шапками может оказаться кто угодно. Но вообще иногда шапки они срывают для того, чтобы определить, кто же все-таки. Это какая-то грузинская рулетка, кто проиграл, он снимает головной убор. Программа будет длиться полтора часа, нам обещают народные танцы, среди которых сванские, аджарские, осетинские, картины старого Тбилиси, зрелищные фехтовальные бои – это тоже, мне кажется, традиционный элемент подобных концертов. Ну и, конечно, уникальные грузинские песни – Салагобо, Цхенаснури, Сулико. Мне так хотелось просто вслух произносить «Цхенаснури». Это хорошо, вкусно звучит. Вот такое событие происходит завтра. С концерта, вот как раз такие концерты, они нас выведут за пределы этой недели, потому что во вторник в оперном театре событие, очень серьезной значимости, культурные события. Живая легенда классической музыки Хосе Карерас выступит в Одесской опере. Несмотря на то, что в 2015 году он объявил официально о завершении своей карьеры оперного певца, но как это уже неоднократно случалось… Как Алла Пугачева. И в 2016 взял и передумал. Ему 70 лет в этом году исполняется, поэтому он как бы в 2015 не знал, вот в 2016 выяснил. Ну, окей, мы такие, да, я в первую очередь иронизирую на этот счет, но на самом деле Хосе Карерас – это, безусловно, невероятно уважаемая величина, и посетить его концерт, тем более приуроченность 70-летию, кто-то может… А вдруг это последний шанс? Да, это действительно так. Возможно, он еще и будет продолжать карьеру, но доказатель, что будет он еще раз и еще раз в Одессе, пока нет никаких. Он планирует посвятить всю свою жизнь оставшуюся борьбе с лейкемией. И лейкемия – ту болезнь, которую он, собственно, победил. У него есть очень мощный благотворительный фонд, на котором у него не хватает времени. Он обещает, в общем-то, уйти именно вот в эту сферу, людям помогать. Чуть ли не лучшая причина, чтобы сменить вот такой вот свой основной вид деятельности. Движемся дальше. Разнообразие концертов настолько велико, что третий концерт, если можно так его назвать, скорее это будет творческий вечер, нежели концерт. Речь идет о Викторе Шендеровиче, который впервые приезжает в Одессу. Известный писатель, сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, журналист, либеральный публицист, правозащитник, колумбнист журнала «The New Times», прошу не путать с журналом «Таймс» и «Нью-Йорк Таймс», это вот что-то среднее, придумали украинского общественно-политического издания «Гордон». И любимчик Владимира Путина. Любимчик, да, да. Человек, который регулярно, не скрывая, критикует и высмеивает власть существующей, делает это на протяжении очень многих лет. Он привозит новую программу, которая называется «Куклы 20 лет спустя». В ней будут показаны отрывки из лучших выпусков легендарной программы «Куклы». Также будут фрагменты из другой его, также небезызвестной программы «Бесплатный сыр». Обещает рассказать и показать какие-то эксклюзивные рабочие материалы. Ну и вот фраза, которая резюмирует творческий вечер, концерт, выступление Виктора Шендеровича в Одессе. То, почему вы соскучились, и то, чего вы не видели никогда. Событие состоится в среду, 21 декабря, в Украинском театре, в 19.00 начало. Билеты достаточно... Есть еще? Я предполагаю, что есть. Не знаю никогда этого наверняка. Знаю цену. От 200 до 500 гривен. Что называется, творчество Шендеровича присутствует в Одессе, в том же спектакле, в котором участвует народный артист, украинский школьник «Одесса-Океана». То есть, Одесса, одесский зритель знаком с его пером, можно будет непосредственно увидеть работу автора на сцене, ну, наверное, с какими-то актерскими наклонностями. Ну, безусловно. Я считаю, что когда такие люди заглядывают к нам в город, надо обязательно находить время и с ними встречаться. Ну, безусловно, при условии того, что вам интересно и близко их творчество, и то, чем они делятся. Я бы сходил. Так, давайте поговорим о спектаклях. И здесь тоже будет неожиданное начало моего анонса. Несмотря на то, что спектакль состоится в достаточно привычном для спектакля месте в Украинском театре. Кстати, это произойдет сегодня в 19.00. Вот не знаю, насколько можно ли еще попасть, но просчитываю, что можно, поэтому расскажу. Включил в свой обзор я этот спектакль по той причине, что автор его, ну, удивил меня очень сильно. Я не буду долго интриговать. Это будет авторский музыкальный спектакль, который называется «История де уномор», что переводится как «История любви». Я так предполагаю, что так переводится. Автором и режиссером этого спектакля выступила Надежда Мехер. Да, вот, собственно говоря, и она, известная экс-вокалистка группы «Виа Гра». В постасе телеведущей она себя пробовала, не вспомню сейчас на каком канале, но это было что-то околожелтенькое, какие-то сплетни по поводу звезд, да, вот, рассказывала она об этом. И вот новое ее проявление, проявление ее творчества. Еще раз говорю, что она выступила автором и режиссером, как мы видим, и исполнительницей этого спектакля. Известные имена хореографов. Хуан Мануэль Розалес и Лиза Розалес. Я предполагаю, что они родственники. Вряд ли однофамильцы. И музыкальный коллектив «Виртос Оркестр Киев Танго Проджект» принимает участие в этой постановке. В основу спектакля положена драматическая любовная история, когда в жизни главной героини появляется ее бывший. И вот тут-то все и понеслось. Что-то накипело, я подозреваю. Не успела. Вчера Надежда Мехер к нам на эфир. Не могу передать, Игорь, как расстроился Никита. Хотелось же расспросить. Хотелось узнать подробнее, откуда возникла идея, чтобы, возможно, Игорь на ответ дать какой-то точный... Лучше сходить. Ну, можно посмотреть, как ты уже говоришь, что, скорее всего, там есть еще билеты в продаже, достаточно ценно-демократичные, как мы понимаем, для привозного авторского спектакля. От 150 до 560 гривен стоимость билетов. Я хочу, можно по-разному относиться к Надежде Мехер, но я вот хочу просто по-человечески за нее порадоваться, что она не останавливается, она продолжает вот новый проект. Кроме того, у нее даже есть своя линия одежды, поэтому она действительно очень такой многогранная. Многогранная. Ну, слава богу, что вырвалась из клетки. Дальше, друзья, я в Ягровскую имею в виду клетку. Я не знаю, что она была ограничена в свободе. Движемся дальше, переходим в мускомедию и обращаю ваше внимание на действие театральное, которое состоится там завтра, в субботу, в 18.30 начало. Это оперета «Бал в Савой». Чем уникальна эта оперета, в первую очередь, тем, что это последняя в истории человечества, ну, пока что на данный момент, на 2016 год оперета, потому что в 1932 году, когда она была написана, после нее, дальше этот жанр превратился в жанр мюзиклов, и все, опереты, как таковые, никто не ставил, а все ставили только мюзиклы и ставят по сей день. Поэтому он бал в Савой, я имею в виду, он представляет собой вот некую границу, это некий рубикон между двумя жанрами, вот, и можно наверняка проследить этот переход, чем закончилась оперета и с чего начался мюзикл. Вот, в первую очередь, интересно с этой точки зрения, но вообще опереты считаются самой танцевальной, самой захватывающей из всех когда-либо поставленных оперет, потому что здесь и вальс, и танго, и фокстрот, и степ, много танцевальных стилей намешано, яркое, великолепное шоу в стиле великого Гэдзби. Есть еще билеты, и цены есть у тебя тоже? Да, цены крайне демократичны, от 30 до 200 гривен, с учетом того, что спектакль завтра, одесситы любят многие вещи оставлять на последний момент, думаю, что билеты еще найти можно. Еще один спектакль, который состоится в воскресенье в русском театре, буквально два слова о нем скажу. Спектакль «Наполеон и Жозефина», в нем роль Наполеона играет Александр Суворов, известный одесский актер, человек, чей голос многожды звучал и на радио в том числе, и в театре он много играет и снимается в фильмах. Здесь новая линия истории Наполеона рассказана нам. Авторы хотят поведать веселые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона не с Жозефиной де Бугарне, а с Жозефиной Понтию. У него как-то шла ему масть на Жозефин. Я вижу Юлию Аскарга, очевидно, это она исполняет роль Жозефины. Вот, девушки, которая внезапно появилась на острове Святой Елены, и нам предлагают в рамках этого спектакля убедиться лично, что настоящая корсиканка, практически одесситка, потому что только одесситка или корсиканка может приучить французских генералов ловить мышей, дать кос, охранять морковные грядки и сбить спесь с английского губернатора. Вот так. Ой, с кем только уже одесситок не сравнивали, но это, наверное, не худший. Корсиканки не худший вариант, не худший. Правда. Тоже яркий, тоже темпераментный, конечно, не такие красивые, но что-то, где-то они стараются, они во всяком случае стараются. Прекрасно, прекрасно, что можно будет посетить уже завтра в разных театрах нашего города совершенно разные спектакли, то есть на любой вкус и на любой выбор можно, как говорится, удовлетворение получить. Отвести немножечко душу. Душу. В этом смысле. Заключительная фаза моего обзора, она, безусловно, будет посвящена кино. Прямо аж 4 фильма включил я в свой обзор, о каждом из них скажу по нескольку слов, потому что действительно есть буквально несколько причин посмотреть тот или иной фильм. Начну я с фильма, который наверняка ожидают все фанаты «Звездных войн». Некоторые даже уже были на предпремьерном показе, если ты о них. Не сомневаюсь, не сомневаюсь, хотя я, честно скажу, что после вот обновленной последней версии, которую нам представили год назад, я взял ручку, бумагу и вычеркнул себя из списка фанатов «Звездных войн». Да, ну я увидел, что история остановилась. Но возможно у тебя эта ручка имеет свойство с исчезновением членов, потому что сейчас по последним отзывам этот фильм достаточно... И справились? Очень крут, говорят, один из лучших. Но это уже по мнению любителей и тех, кто посмотрел. Ну раз звучат разноречивые мнения и противоречивые, я всегда скажу, ну тогда надо идти. Если все говорят одно и то же, тогда неинтересно. А если люди говорят разное, нужно идти и убеждаться во всем самову. Меня напугало только название «Изгой-1». Я сразу увидел всю перспективу и подумал, доживу ли я до «Изгой-76». Ну ладно, не будем загадывать наперед. В общем, новые «Звездные войны», что еще тут говорить? Далее, друзья, представлю вашему вниманию фильм, который называется «Скрытая красота». Мое внимание этот фильм на себя обратил по нескольким причинам. Во-первых, потрясающий актерский ансамбль, редко, когда такое количество талантливых актеров собирается вместе. Уилл Смит, он играет главную роль, тут же Кейт Уинслет, Кира Найтли, Эдвард Нортон, Хелен Мирон. Я очень люблю всех актеров. Ну, может, чуть меньше Киру Найтли. Как актеров я говорю. Вот. Режиссер тоже очень интересный товарищ. Дэвид Фрэнкел, человек, который получил... У него есть один «Оскар». Он его получил почти 20 лет назад, 19 лет назад за фильм «Дорогой дневник» и победил он в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Но... Но это такой, насколько я понимаю, очень уютный предновогодний, предрождественский фильм, который заставляет задуматься о смысле жизни, о важности каждой минуты. Да, 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 да. Ну, на самом деле, правильно, хорошо, что такие фильмы, и как раз вот к концу Нового года, когда мы что-то завершаем, что-то планируем начать, какое-то переосмысление. Я вот, кстати, именно на него и планировала сходить. Это мой единственный план на год по кино был, и я ждала. Должен быть хороший. Вилл Смит в последнее время не постоянен. Бывают у него откровенные просто заработки. Назовем это так. Ну, надеюсь, что... Кири Найтли, ты не можешь простить Анну Каренину, вероятно. В том числе, в том числе. Далее. Странный фильм попал в поле моего зрения, в силу того, что в нем играют Антони Хопкинс и Аль Пачино, именно по этой причине. Но вот что-то сердце чует, что, может быть, это тоже просто заработки. Фильм называется «Вина». Фабула проста, достаточно молодой, но очень амбициозный адвокат. Где-то я это уже слышал в отношении Аль Пачино. В том числе вступает в схватку с коррумпированным владельцем фармацевтической, фармацевтической корпорацией. И вскоре оказывается в эпицентре большого заговора. Вот такая каратенечка, да. Не хитрая история. С какой стороны Аль Пачино, с какой захохот, кто из них торгует лекарствами? Ну, судя по прическе Аль Пачино, можно предположить, что он, этот главный злой гений-фармацевт, не знаю, ну вот разве что любовь к двум этим актерам может побудить пойти смотреть этот фильм. Ну, а вот последний фильм, который я сегодня представлю, это фильм «Планетариум». Фильм, кстати, оговорюсь, он показан только на двух площадках и на театре «Гиппокампус». Он не пошел в широкий прокат. Но, тем не менее, фильм «Мировая премьера», которого состоялась на Венецианском фестивале, в главных ролях, в главную роль сыграл Натали Портман. Один из актеров, как минимум, известный мне, это Луи Горель, актер, который в «Мечтателях» Бертолуччи сыграл, вот недавно был фильм «Мой король», где он играл, очень хороший, талантливый актер. Первый, кстати, фильм со времен Леона, где Натали Портман сыграла у французского режиссера. С 1994 года она у французов не играла, а вот здесь сыграла. Действие киноленты разворачивается в довоенной Франции. Две сестры, американки, якобы обладающие экстрасенсорными способностями, приезжают и, значит, на глазах уиземленной публики показывают разные фокусы. То есть находится продюсер, который не смущает его о том, что, скорее всего, это все не на самом деле, что девочки просто шарлатанки, но он берется их продюсировать, и вот дальше эта история уже и закручивается. Ну, в общем, посмотреть и есть что. Исходить тоже есть куда. Говори тебе спасибо, ждем тебя в следующую пятницу. Дорогие друзья, прислушиваться или не прислушиваться к советам нашего культурного эксперта Игоря Окса – это ваше право. Тем не менее, все, что самое значимое в Одессе произойдет, вы услышали. Сейчас прерываемся на обзор новостей и вернемся в студию, поговорим о чем гудя в социальной сети. Дождитесь.